Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами почёта участников Великой Отечественной войны. В список вошли фронтовики, проживающие на территории Тверской области. Высокие награды ветеранам вручил глава региона Игорь Руденя. Все фронтовики, удостоенные государственных наград, принимали участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату 30 июня этого года. Первым Игорь Руденя вручил орден участнику Ржевской битвы почётному гражданину Тверской области Ивану Евгеньевичу Кладкевичу. Указан президент Российской Федерации вы награждены орденом почёта за то, что вы делаете, за патриотическое воспитание молодёжи, за большую общественную работу. Игорь Руденя поблагодарил каждого ветерана за вклад в общую победу, активную общественную работу, участие в патриотическом воспитании молодёжи. От Ржева до Берлина вели фронтовые дороги сына полка Бориса Ивановича Воробьёва. Знаем ваш путь очень нелёгкий и выполняем очень важную задачу. Вы после военных годов занимались стройкой, сделали огромный проект, реализовали для нашей страны, для области. Поэтому равняемся на вас, знаем, что тут очень требовательный, объективный. Вы оставили свой след в истории, сегодня мы во всём равняемся на вас, сказал глава региона, вручая орден почёта Ивану Михайловичу Авинникову, который воевал на Третьем Белорусском фронте. Глава региона также вручил награду Ашоту Смбатовичу Аганесову. Он всю Великую Отечественную войну с юных лет трудился на заводе и обеспечивал фронт вооружением. Прошёл всю войну, участвовал в Саленинградской битве и встретил победу в Чехословакии Арсений Михайлович Сухопаров. Медицинской сестрой в родном Волочке в годы Великой Отечественной войны работала Мария Ивановна Потапова. Иван Петрович Афанасьев воевал на Северном Кавказе и в Ставрополье, освобождал Белоруссию и Кёнигсберг. Мария Николаевна Сидорова во время войны служила в 39-й армии Калининского фронта.